Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 17 февраля По народному месяцу слову Никола Студеный, Волчий сват. В этот день христиане чтят память преподобно-исповедника Николая, игумена Студийского, жил в IX веке. Студеным Николу прозвали не случайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки «Студеный день, снова шубу надень». На Студеного Николу снега навалило гору. На круглосуточные морозы у зимы уже сил не хватает, зато утренники ударяют, будь здоров. Но морозы зверю не мешают. Считалось, что в лесах наступает время звериных свадеб. На Руси этот день имел также и другое название – Волчий сват. В народе говорили, что о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный. И только ему было ведомо, где устраивает свое логово мать-волчица. На снегу множатся следы птиц и звериные тропы. У волков гон. Снег примят и столчен, кругом клочья серой шерсти – это следы диких свадеб. Лисы пустились в пляс. Постречаются рыжие, встают на дыбки. И давай, друг, перед дружкой жеманится. Давай на задних лапках пританцовывать. Пышные хвосты волочатся, снег метут. Над полями взойдет луна. Золотые рожки, серебряные ножки. Зайцы скачут взад-вперед, как шилье колят ухари лопоухие. День прибывает, чем не предлог порезвиться, радуясь перелому зимы. Круто забирают утренники. Изморозная роздом висит днем, часами не рассеиваясь. И вторит ветер вою волков. Крестьяне не выходили из дома без особой надобности. Ведь именно в этот день звери устраивали игрища, а потому появляться на их пути было очень опасно. А если уж приходилось отправиться в дорогу, то путнику читали охранные заговоры, молитвы, вручали обереги. 17 февраля женщины старались переделать всю работу по хозяйству. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей, что случалось достаточно часто. На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле, это к метели. Если ветви обращены вверх, ожидая ясного дня. А если лиственный лес чернеет, можно ждать оттепели. И еще примечали. Красноватая луна на большой ветер. Боробьи прячутся в солому, мороз крепчает. И добавляли. Никола Студеный на мороз староват. Щедр то есть. Радости, здравия и удачи вам, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова